Полиция завершила расследование уголовного дела 25-летнего горожанина, который перед Новым годом похитил из комиссионного магазина айфон за 47 тысяч рублей. Грабеж мужчина совершил в скупке на улице Льва Толстого, неподалеку от ДК Просоюзов. Наведался он туда уже под закрытие, прикрыв лицо шапкой и капюшоном. Мужчина выждал, когда в торговом зале не будет посетителей, и приступил к делу. Фигурант прикинулся покупателям и сказал, что хочет купить мобильный. Разумеется, выбрал он одну из самых дорогих моделей. Когда гаджет оказался в руках грабителя, тот разыграл небольшой спектакль. Сначала преступник начал рассматривать телефон и изучать меню. Потом фигурант решил проверить качество камеры и сделал селфи. Когда продавец потерял бдительность и решила попить, грабитель метнулся к выходу. Сотрудница с кубки не погналась за фигурантом, чтобы остановить его. Либо сразу поняла, что не сможет его догнать, либо просто побоялась это делать. Девушка как можно скорее сообщила о случившемся в полицию. Изучив записи видеонаблюдения, сотрудники 4-го отдела полиции задержали 25-летнего безработного местного жителя. Несколько лет назад молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой, а также за незаконное производство и сбыт запрещенных веществ. Похищенное телефонное устройство он продал случайному прохожему, а денежные средства потратил на личные нужды. На кривую дорожку мужчина ступил еще в 2017-м. Через год совершил еще одно преступление. Затем был вынужденный перерыв из-за нахождения горожанина в колонии. Едва успев освободиться, он снова взялся за старое. Похищенный айфон фигурант продал за бесценок в Южном микрорайоне. За гаджет он получил лишь 5000 рублей. Мужчина – уроженец Амурска. В краевой столице жилья у него нет. Ночевал он в основном у приятелей, а когда были деньги, снимал койко-место в хостеле. Фигурант находится под стражей. За грабеж ему грозит до четырех лет колонии. С места происшествия Анастасия Манина и Андрей Алферов.